вы на передовой сейчас неизвестно что будет ночью вот раздолбают и все а куда нам деваться мы тут живем мы тут родились а если полезу к нам пойдем на возьмем я думаю что военные дадут калаш мы находимся на поселке живобок вот находимся именно в том доме котором жила женщина бабушка вот во время боевых действий уезжала на сюда самая последняя не собирая не хотела уезжать вплоть до ну дорогой дни уехала когда начали крыть минами самая последняя уехала с этого дома когда уже вокруг было ну разрушены все дома ну разрушили его после ее уезда слава богу ее не застала для меня в первую очередь это то что люди выдохнут спокойно и будут жить спокойной жизнью так же как и дети я сам молодой я не хочу чтобы вот так вот школьники которые сейчас учатся вот так вот приходили сюда же я понимаю просто но что это такое и я не хочу когда видели его хотелось что признали нашу республику чтобы нашла ну вровень со всеми чтобы в основном прекратила все это той стабильности какой-то хотелось что это за это патча я не думал это за все что это за все что это за все что это за все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На сегодняшний день наша задача, чтобы в любой ситуации критические инфраструктурные объекты города Киева работали. И ни в коем случае ни на секунду не прекращалась ни электропоставка электричества, водоснабжение, тепла для того, чтобы это все работало. То, что касается защиты, нами сейчас создаются бригады территориальной обороны, где добровольцы, имеющие военный бэкраунд, записываются, подписывают контракты. В случае необходимости я готов встать на защиту нашего города.